Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Один из важнейших центров армянской культуры Харберт до и после 1915 года. Госминистр Арцаха встретился со сборной республики по футболу. В селе Турцх Джавахка открыли памятник поэту Гюриетер. Я не думаю, что можно создать 30-километровую зону безопасности Джеймс Джеффри. Трамп не считает нужным отправлять дополнительные войска на Ближний Восток. Швейцарские тревел-журналисты прибыли в Армению для оценки ее туристического потенциала. В Ереване пройдет второй конкурс фестиваля японской музыки Нейра. Харберт Западной Армении до 1915 года славился своими купцами и ремесленниками. Некогда процветающий город потерял свое лицо после геноцида против армян. В последние четверти XIX века армянские купцы тесно сотрудничали с Францией, Россией, Ираном, Англией и Америкой. Одним из видных предпринимателей были семьи Копа Маджана, Курукчана и Берикяна. Харберт был одним из главных центров армянской культуры. Важными образовательными учреждениями были Ефратский колледж, школа национального центра Харберта, школа Рипсиме, а также школы для мальчиков и девочек Самбатянского образовательного комплекса, основанного в 1865 году. В Харберте была также типография, издавался ежедневник «Союз женщин-аракс». В городе часто организовывались театрализованные представления. После геноцида, совершенного против армян 1915 года, население города было рассеяно, а в октябре 1922 года, благодаря миссионерским приютам, армянские дети были эвакуированы со своей родины. 23 мая государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян провел вместе с министром образования, науки и спорта Нариной Абгалян встречу с членами и руководством сборной Арцаха по футболу, которая готовится к участию в намеченном с 1 по 9 июня чемпионате Европы под эгидой конфедерации независимых футбольных ассоциаций КОНИФа. Главный тренер сборной Арцаха по футболу Вячеслав Габриэлян представил всех членов команды в отдельности, заверив, что сборная находится в надлежащей спортивной форме и сделает абсолютно все, чтобы честью представить Арцах. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития футбола в Арцахе и предстоящая в этом плане работа. В конце встречи госминистр пожелал спортсменам высокого настроения и наступательной игры. Сегодня в селе Турцк в Джавахе состоялась официальная церемония открытия надгробного памятника поэту Гури Этер. Автором памятника является Ованес Махитарян, который живет в России. Торжественное открытие памятника состоялось после благословения в ортопеда. На мероприятии присутствовали как адмицельчане, писатели, так и гости из Армении. Гури Этер Аветисян ушел из жизни в 2015 году. Гури Этер Аветисян родился в 1951 году в Махарадзе, в селе Шром. Гури с семьей в пятилетнем возрасте переехал в село Турцк и всю жизнь прожил в селе Турцк, ахалкиалаксского муниципалитета. Он начал сочинять в раннем возрасте свою любовь к родине и родным поэтам передавал через стихи. Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вопрос о предоставлении безопасности на север Сирии Турции пока не получил положительного ответа. Как известно, Турция хочет, чтобы в Сирии был создан пояс безопасности под ее контролем. Я не думаю, что можно создать 30-километровую зону безопасности. Мы еще не признали требования Турции о зоне безопасности. В целом, Турция пытается изменить позицию сирийского правительства. Мы не хотим видеть второй кандиль, в Сирии заявил американский чиновник. Президент США Дональд Трамп не видит необходимости отправлять подкрепления для войск США на Ближнем Востоке в связи с нынешней эскалацией напряженности между Вашингтоном и Тегераном. «Я бы сделал это, если бы они нам были необходимы. Не думаю, что они нам понадобятся. Действительно, не думаю», — заявил Трамп в четверг журналистам в Белом доме. Ему был задан вопрос о том, готов ли он послать дополнительный американский воинский контингент на Ближний Восток из-за трений между США и Ираном. «Я бы, безусловно, отправил войска, если бы они нам понадобились», — повторил глава американской администрации. При этом он заверил, что будет готов в случае необходимости увеличить численность войск США на Ближнем Востоке. В Армении находятся группы из 20 швейцарских журналистов с целью изучения туристической привлекательности республики для франкоязычных туристов. В четверг в Ирване они приняли участие в собрании Ассоциации тревел-журналистов Швейцарии. Как сообщил журналистам Торг, при от Армении в Швейцарии Айкова Несян проведение данного мероприятия позволит дать новый стимул развитию международного туристического имиджа Армении, в частности, среди франкоязычных стран. В свою очередь, член Международного союза франкоязычной прессы Алекс Декот отметил, что у Армении есть все возможности для привлечения швейцарских туристов и, в первую очередь, контраст между древностью и современностью. Планирую до осени снять фильм про Армению, в котором хранилище древних рукописей, Матенадаран и Центр креативных технологий Тумо будут олицетворять контраст прошлого и будущего. Мы представим Армению как страну, имеющую совесть и душу. Ваша страна достойна быть любимой, отметил он. В Большом зале Российско-Армянского Славянского университета 26 мая состоится второй конкурс «Фестиваль японской музыки Нейра». Фестиваль организован общественной организацией армяно-японским центром образовательного и культурного обмена Ироха при содействии посольства Японии в Армении и РАУ. Участники фестиваля и конкурсанты исполнят как современные, так и традиционные японские песни. Будут танцевальные и инструментальные выступления. Вход на мероприятие абсолютно свободный. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Армен Акша Хромадян Килике. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok